Guten Tag, mein Lieben Freunde. Меня зовут Сода. Если что, то мы не тульпы. Мы существуем на самом деле. Просто мы слишком стесняшки, чтобы записывать озвучку со своими голосами. Поэтому наслаждайтесь голосами ботов. Но это так, к слову. Итак, сегодня я появилась на канале Янусика Лапусика, чтобы поведать вам историю. Это история о страшной женщине. Ее боялись все и вся. А эта женщина просто работала учителем биологии. Итак, однажды, в первой четверти седьмого класса, добрая в кавычках «биологичка» вызвала меня рассказывать про размножение хламидомонат. Я не очень поняла эту тему и не смогла ничего рассказать. Я спокойно ей так и сказала. В итоге, мне объяснили, но в конце на меня наорали и сказали, что мне ставят два. А в третьей или четвертой четверти биологичка раздавала нам листочки с проверочной. И она сказала мне, чтобы я читала вопросы на листочках и отвечала на них вслух. Из прошлой истории понятно, что в биологии я не шарю. Я просто в панике стала повторять за людьми из класса, которые мне подсказывали. В итоге мне сказали следующее. Чего вы ей подсказываете? Да еще и неправильно. Не видите? Она своими мозгами думать не хочет. Вот и повторяет за всеми. После этого я целый урок пыталась не заплакать. В принципе, я все сказала. Янусик оставила ссылки на наши ютуб-каналы. На моем канале пока ничего нету, но я уже планирую видео с историями. Переходите. Ну а я передаю слово своему Мегабро. Всем подписчикам Янчика привет. Меня зовут Энн и я ее Мегабро. Сегодня я хочу поведать вам историю, связанную с нашей учительницей по биологии. Где-то в начале учебного года нам поставили нового учителя биологии. По рассказам людей из параллели, она ругала за крашенные волосы и за ногти. А у меня как раз таки были крашенные волосы и ногти, поэтому я очень испугалась и начала волноваться. Потом мы с брошками пришли на урок. Учительница ничего не сказала по поводу моих волос, но начала рассказывать то, что мы должны будет делать на уроке и как должны будем вести тетрадь. Позже она взяла мой дневник. На нем были наклейки и она сказала. Это ты сама или так и было? Я ответила, что сама. Затем она начала говорить, что у меня грамотности нет, раз я клею наклейки на дневник. Было очень обидно и я боялась ходить к ней на урок. Ну а так учитель вроде объясняет темы хорошо и понятно, но я до сих пор ее побаиваюсь. Еще одна история от меня. Она связана с учительницей по музыке, это случилось в четвертом классе. Наша учительница всегда опаздывает на уроки и приходит со звонком и поэтому наши одноклассники, как обычно, шумели и громко разговаривали. Нам уже начинали делать замечания учителя, которые находились в соседних кабинетах, но одноклассникам было все равно. Затем пришла учительница по музыке. Похоже, она была не в духе, так как накричала и запустила в кабинет. Потом, когда все вошли в кабинет, она сильно хлопнула дверью, так что аж зеркало, висевшее на двери, упало. Это мне очень сильно запомнилось. Затем была лекция от учительницы, а после в классе все сидели ниже травы и тише воды. И это еще одна история от меня. Она связана с нашим учителем физкультуры. Под конец года мне нужны были оценки по физкультуре, а у меня было освобождение, поэтому я попросила у него какое-то задание. Он сказал, чтоб я ждала в коридоре, после со звонком вышел и сказал прибраться в тренерской. Со мной тогда еще и была моя одноклассница, мы, конечно, обалдели, но ничего не поделаешь, ради оценки могу хоть на гору забраться. В общем, он сказал нам прибрать одежду, которая валялась на диване в тренерской, расставить обувь, мечи и помыть посуду. Мы с одноклассницей все это сделали, а после пошли и сказали ему, затем снова вернулись в тренерскую, там сидела учительница физкультуры. Она поругала нас за то, что мы нехорошо помыли посуду, но нам-то наш физрук не сказал про то, что в тренерской есть губка и моющее средство. Но потом он поставил нам по четверке. А так в нашей школе физруки комфортики, с ними приятно разговаривать. Ну и наконец поздороваюсь с вами я. Всех приветствую. Кстати, хочу придумать вам какое-нибудь прозвище, мне на ум ничего не лезет, поэтому можете написать вы свои варианты в комментарии. В наших историях часто фигурировала одна очень интересная личность, наша биологичка. Она на пару с физичкой, как говорится, держали в страхе всю школу. Многие их боялись, а с учетом роста физички и злобного взгляда биологички боялись многие семиклассники, которые впервые побывали на уроках физики. Я расскажу сначала про физичку, так как там более лайтово, чем с биологичкой. Женщина она не простая, два метра в высоту и примерно столько же в ширину. Мне было с ней некомфортно находиться. Еще больше наш класс припугнул один случай, в шестом классе мы стояли около ее кабинета, пока она ругала бедных восьмиклассников. Крики были такими страшными, что мы уже боялись наступления следующего года. Ну и как и ожидалось, в классе никогда не было так тихо, как на первом уроке физики и биологии тоже, кстати. Физичка своеобразная личность. Если ты осмелился написать в контрольной тетради не так, как она попросила, то ее надменный до ужаса взгляд испепелит тебя заживо, а насмехающийся тон с противной улыбочкой закопает в могилу. Мне никогда не нравилось ее поведение. Тема объясняет непонятно. Требует много, но хотя бы один плюс можно дать ей за то, что она оценки не ставит за работу у доски. Ведь тогда у меня тройки не вышло бы за четверть. А теперь про биологичку. Тумбочка роста семиклассника. Злобная, но иногда и шутку может пустить. Не очень смешную правду, видно, что она уже не молодая совсем. Расскажу про первый урок с ней, когда нам в седьмом классе поставили ее учителем биологии. Она поздоровалась и заставила нас поздороваться, выпрямив спины. Потом начала диктовать свои правила. На тетрадях приклеить листочки с именами и классом, чтобы она уже не открывала тетрадь лишний раз. Ведь у нее. Ручка болит. Она раздала нам свои учебники и посоветовала их не портить. Ведь если мы посмеем хоть чуть-чуть порвать их на одной странице, то она возьмет этот учебник. Тетрадь и все твое имущество и выкинет в окно, если повезет. В худшем случае сожжет. Также нельзя щелкающие ручки. Это ее бесит. Она даже на одном из уроков наругала моего одноклассника за эту ручку. Сказала, это не ученическая ручка. Я тебя сейчас. Выщелкну. Отсюда. И это не рофл. Она реально так сказала. Еще хуже историю с ней рассказал мой бро ранее, расскажу историю со мной. Она лайтовая, по крайней мере на меня не орали. У меня есть вредная привычка. Кусать губы до крови и жевать их. Наверное, от стресса. Я вот как раз на уроке этим занималась еще подставила руку под подбородок, но она закрывала мой рот. Жую я такая губу, а это оказалось заметно. Биологичка перестала объяснять тему и посмотрела на меня очень строго. Потом сказала. Громко. Не грызи ногти. Я обалдела. Я в своей жизни, честно, ни разу даже соплей не ела. И ногти никогда не грызла. По ним даже не видно, чтобы я таким занималась. И эта женщина начала свою лекцию о том, что я этой рукой всем жопы чешу. В рот залажу и, конечно же, трогаю дверные ручки, которые трогали чьи-то шаловливые ручонки. Если вы понимаете, о чем я. И именно поэтому я так часто болею. Я правда часто болею, но в большинстве случаев это просто большое нежелание идти в школу. На меня еще и потом одноклассник повернулся, который ручкой щелкал, и стал головой кивать, мол. Тебе что ли говорит? Я кивнула ему в ответ, и биологичка начала отчитывать его. В общем, ненавижу эту странную женщину. Ты ей слово, а она тебе. Я тебя выщелкну отсюда. Давайте жить дружно и никого не выщелкивать. Канал первой вещательницы я оставила в описании, а вторая просто моя одноклассница. Мой ТГК также в описании канала. Всем добра, удачи в жизни, ну а я прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok